Облик Господа и Куфур Джахмитов. Недавно я совершил умру. И делая талаф вокруг Каабы, я возносил дуа Всевышнему и Могучему Аллаху, своему прекрасному Богу, красивому, благородному. Возносил ему дуа, зная, что он меня слышит сейчас, зная, что он, когда раб общается с ним, Всевышний Аллах отвечает ему, отвечает на его дуа, отвечает на его просьбы. Когда раб совершает ему два раката молитвы, Аллах — это разговор со Всевышним Аллахом, это молитва, я поклонялся ему, взывал к нему, зная его место, надеясь на его прощение, надеясь увидеть его благородный лик, что он будет самым возвышенным наслаждением в раю. И когда я это делал, ввиду того, что я занимаюсь постоянно вот этими опровержениями, крайне заблудшим вот этим сектам, которые относят себя к исламу, мне вдруг пришла мысль в этот момент, а что бы я делал, если бы я верил в их Бога, который не имеет никакого отношения к Богу пророков, к Богу, в Которого верят люди, которые последовали хоть зачем-то из пророчества, к Богу людей ислама, к Богу иудеев и христиан до того, как они вошли в Ширк и Джахмизм и прочее. Что, если бы я верил вот в этого ихнего, ихнего уже божества, Бога философов? Смог бы я так поклоняться? Нет, я бы не смог так поклоняться. Как можно поклоняться этому? Аллах, Субханахуа Та'ала, Он имеет облик, и этот облик красивейший и благороднейший из обликов, и самый величественный из обликов. Сказал посланник Аллаха, Салам алейхи, Ва санаматани, Рабби, Ахсани сура, Пришел ко мне мой Господь в наипрекраснейшем облике. И сказал в другом хадисе посланник Аллаха, Я видел своего Господа в наипрекраснейшем облике. И сказал посланник Аллаха до Богосвятого Аллаха, и приветствует в другом хадисе. Именно Аллаха Джамиль, Ва хиббуль Джамаль. Воистину Аллах красивый и любит красоту. Передан в сахихах. И сказал посланник Аллаха до Богосвятого Аллаха, и приветствует в хадисе, который передал маму муслим, покрывало Всевышнего Аллаха, это свет. И если бы Всевышний Аллах снял его, то от всполохи его лика, свет его лика, сожгли бы то, на чем кончается взор Аллаха из его творений. Это его прекрасный лик. И взор на лик Всевышнего Аллаха. Это величайшее наслаждение из людей рая. Всевышний Аллах говорит в Коране, Валадейн Мазид. Когда описывает наслаждение людей рая, говорит, и у нас будет добавка. И говорит в другом месте, лиллязина ахсану альхусна вазиада. Тем, которые совершали добро, будет отвечена добром и будет дана добавка. Так вот, эта добавка от огромного количества сподвижников и табиинов пришло, что это взор на лик Всевышнего Аллаха. И говорит также Всевышний Аллах в Коране, И останется лик твоего Господа. И этот лик, то есть, щедрый и благородный. Это наш Господь, в Которого мы веруем. Это наш красивый, величественный, могущественный Господь, которого можно увидеть, которого можно услышать голос, который существует реальным существованием, персонифицированный Бог, Бог всех пророков и посланников. В Него мы веруем, Ему мы поклоняемся, Его мы совершаем судьжуды. Этот Бог на своем троне, то есть, самое величественное из творений, трон, Он занял его и сел на него. И Он слышит своих рабов, слышит их дуа на разных языках, в разные моменты, в тяжелые моменты, улыбается им, когда, как пришел в хадисе, улыбается Аллах тем, то есть, кто молит, смысл хадисом, молит к нему, то есть, он уже близок к отчаянию, Аллах-то знает, что помощь уже вот-вот, облегчение вот-вот придет, и Аллах улыбается ему. И когда Абу-Разейн Аль-Укаэль, один из сподвижников, услышал это, он сказал, Разве улыбается наш Господь? И посланник Аллаха сказал, Да, он улыбается. И сказал Абу-Разейн Аль-Укаэль, человек из бедуинов, человек на фитре, когда услышал это, Нам не будет не хватать блага от Господа, который улыбается. А теперь представьте, если бы вы поклонялись не этому Господу, не Богу пророков, а уже божеству джахмитов и древнегреческих философов, некоему трансцендентному абсолюту, на которого нельзя указать, который не имеет, он нигде, который не совершает действия по собственному выбору, это божество, оно более немощное, чем курица. Курица, она слышит, она видит, она совершает действия по собственному выбору, пошла туда, сделала то, то есть их Бог так не может, то есть они говорят, это происхождение происшествий. И более того, их Бог, он не имеет облика. Ашариты из них, то есть эти джахмиты, у них множество подразделений, там философы джахмиты, мартазелиты, ашариты, матуридиты, так вот, ашариты, и матуридиты, они притворяются, что утверждают видение Аллаха в судный день. Так вот, они лжецы, они лжецы, они говорят, то есть он будет виден, но без облика, и он не будет в стороне, и это не будет бель мукабля, то есть не будут там верующие в одной стороне, а Бог в другой, то есть, например, на троне. Как это пришло в хадисе, который мутаватер хадис от пророка Салаху алейхи, в основном, что верующие увидят Аллаха в судный день, подобно тому, как видят Луну. То есть Луна, она в стороне, так или не так, так. И увидят воочию, да, своими глазами. Но эти, то есть, одни отрицают это открыто, как делали древние джахмиты, другие мошенничают, и говорят вещи, которые немыслимые, что верующие увидят Аллаха, но без облика, и он будет нигде. И поэтому, более поздние, ашарицкие ученые, как Аль-Джулейни, как Аррази, они сказали, наше разногласие с древними джахмитами, оно лишь словесное, то есть в формулировках, но не в смысле. То есть они признали, что это просто мошенничество, то есть, когда говорится, что у Господа нет облика, равносильно тому, что его увидеть невозможно. И они сказали, Аль-Джулейни, Аррази, что истинное наше разногласие лишь со сторонниками хадиса, коих они называют муджасимами. А наше разногласие с древними джахмитами, это лишь разногласие в терминологии, но не в сути. Субханова. Может ли человек всывать вот к этому, их нему, трансцендентному абсолюту, неперсонифицированному божеству, уже божеству, которая более немощная, чем курица или муравей, и быть искренним муменом, любить этого Бога, который неописуем, надеяться на него, который его не слышит в данный момент, однако якобы слышит извечным слухом. Вот это все, который нигде, который описывается в основном лишь отрицаниями, лишь отрицаниями, что он не внутри мира и не снаружи, он не в шести сторонах, его нельзя услышать голос, его нельзя увидеть, его нельзя коснуться. Вот это все, то есть, он не разговаривает, он не разговаривает у них. То есть, вот эти все хадисы, которые, то есть, когда раб говорит в своей молитве, аль-хамду лилля, и Аллах отвечает, восхвалил меня мой раб, это все для них, то есть, это тексты, которые являются страшным куфром, которые надо там истолковывать, искать для них какие-то далекие толкования. И эти люди, это верующие люди, это занадыка, это философы, это джахмиты. И упоминая, то есть, про Фахра-Арази, что он, когда хотел повысить как-то свой иман, как-то вот духовность какую-то получить, он забывал свой вот этот калям и поклонялся Аллаху по масхабу-ль-амма, то есть, по убеждениям простолюдинов, то есть, он изгонял из души вот эти все мутакалемские вещи философские и поклонялся Богу пророков. Но потом возвращался к своему куфру. Кроме того, что упоминается, что он покаялся. Невозможно, невозможно. То есть, и поэтому эти люди, то есть, их имамы даже, то есть, их имамы, которые, казалось бы, как они это утверждают, светочи ислама, защитники ислама, защитники сунны от атеистов и все вот это, их имамы, они постоянно были в сомнениях и в течение своего жизненного пути метались между разными религиями. То на шаризме увидишь его, то на мартазилизме, то на религии философов в тайне, или явно, как отразали и некоторые другие, то на пантеизме, то на религии ибн-араби и так далее и тому подобное. Метались вот так, пока некоторым из них Аллах просто из своей милости проявлял к ним свою заботу, и они отрекались от этого всего и говорили, я умираю на религии старушек Найсабура или говорили алейкум бедини л'аджаес, вы должны следовать религии простых людей, религии старушек, то есть почему, потому что они понимали, что вот этот жизненный путь, который они прошли, все это было ложью. В моменты смерти Аллах над кем хочет смилостивиться, то есть он понимает, что все перед ним вечность и ты должен, то есть либо ты оставляешь гордыню, либо ты со своей гордыней заходишь в огонь и они, то есть некоторые из них отказывались от этого. Просим Аллаха умертвить нас на исламе, принять наши поклонения и наш иман и уберечь нас от куфра, джахмитов, ашаритов и подобных им людей. Баракалалфикум.